Гриб-дозорный художник-скейтер. В Рязани сейчас 13 подобных скульптур. Каждый персонаж входит в туристический маршрут нашего города и представляет собой отсылку к какому-либо историческому факту. Впоследствии Управление культуры подхватило эту тему, поскольку она завязана с туризмом, с привлечением туристов. Было такое сначала в экспериментальном порядке несколько грибов. Пока выяснилось, что тема интересна людям, и туристы с удовольствием включились в эту игру. И вот потихонечку, периодически наращиваем что-то за счет средств и как раз за счет развития туризма в Украине культуры, что-то на частные инициативные средства. В Рязани грибы с глазами, выражение у которого много версий происхождения. Согласно одной из них, так говорили еще в 14 веке. Тогда золотоордынцы часто совершали набеги на пограничное, Рязанское и Нижегородское княжества. Путь через наш регион был самым коротким на Москву. Поэтому борьба с захватчиками на границах княжеств была усилена. И жители Переиславля-Рязанского даже придумали свою собственную систему наблюдения по грибам. Их разделили на два типа – спящие и говорящие. Спящими называли целые грибы, а говорящими – те, которые ордынцы срезали, чтобы сварить или случайно сбивали. Жителям нашего княжества трогать грибы в пограничных районах было запрещено, чтобы наверняка вычислить путь вражеских войск. Прежде всего, место диктовало, потому что именно в рамках туристических маршрутов они должны быть привязаны к каким-то точкам, которые имеют за собой историческую основу какую-то, на что можно опереться. Ну и вот с этого отталкивались. Советовались с краеведами, определяли, где что может быть. И, соответственно, появились первые вот эти грибы. Да, конечно, в каждом грибе есть QR-код, который рассказывает историческую какую-то справку о том месте, в котором он стоит, чтобы было интересно. Не просто так гриб, он там каждый тематический. 12 уличных экспозиций в миниатюре, а вот 13-е – самое первое. Полноразмерный памятник официальному символу Рязани. Его поставили 10 лет назад на деньги спонсора. Проект поддержала региональная администрация. И такие вот бронзовые грибы теперь встречают гостей и жителей областного центра во всех знаковых местах нашего города.